Почтенные сто лет Александра Сергеевна Нестеренко встречает с огромным багажом. В нем и все. Непростая юность, выпавшая на годы Великой Отечественной, затем нелегкие трудовые будни, рождение и воспитание детей, внуков. Сохранив жизненную силу и энергию, она обладает тонким чувством юмора, умеет заразить весельем окружающих. Кажется, эта женщина – самый яркий пример того, что старость бывает в радость. О секрете долголетия Александра Сергеевна говорит уверенно. Секрет у меня большой. Труд, труд, еще раз труд. В нашей семье не было лентяев. У нас, я маленькая была, значит, я должна, все разошлись, я должна подмести комнату. Мне пять лет, а мне мама веник, руки. Вот давай, подметай, ложки помой. Вот, она нас приучила к труду с самого малого детства. У Александра Нестеренко есть дети, внуки и правнуки, которые уже поздравили именинницу с особенным днем. Однако от внеплановой встречи с молодежью города радость вдвойне. Сюрприз, который подготовили юноши и девушки, хоть и не затейлив, но смог удивить и растрогать до слез. Она рассказала молодежи о своей нелегкой судьбе, о том, что пережила в годы войны, как стала участником партизанского движения и как сложилась жизнь после. Детали своей вековой биографии она помнит прекрасно. Пишет стихи, посвящая их нам, современникам. Победным днем я поздравляю. Всем людям счастья желаю. Родину любите, как любит ангел Бога. Никогда не будет устранять тревогу. Родина растила, учила, воспитала. Как война настала, на фронт вас послали. Чтобы создать праздничное настроение, нужно совсем немного. Искренние слова, душевный разговор, согревающий чай и сладкие гостинцы. Глядя на героев нашего сюжета, на счастливого и радостного юбиляра и тех, кто подарил ей это настроение, понимаешь, стареть не страшно. Нужно просто суметь сохранить молодость в душе. Именно на примерах вот этих людей, этих героев, которые вынесли на своих плечах военное лихолетие, отстраивали нашу страну заново, именно на их примерах и нужно учиться. И нужно, пообщавшись с ними, научиться ценить то, что сейчас есть у нас. И, конечно же, строить дальше, в будущее, хорошее, светлое. Но именно в их идеалах мы пытаемся растить нашу молодежь. Война вообще это такая тема, которую очень тяжело люди перенесли, это очень страшно. И таких людей очень мало осталось. И нужно уважать этих людей, нужно заботиться о них, всевозможным им помогать. Я буду ценить еще больше то, что было сделано для нас, то есть для нынешнего времени, поколения.